Привет, дорогой зритель канала Правильный Выбор! В этом видео я расскажу о лучших телевизорах с частотой обновления 120 Гц в 2024 году. В лидеры топа выбился 50-дюймовый LG из прошлогодней 81-й серии. В магазинах этот QNAT телевизор с разрешением 4К можно купить примерно за 74 тысячи. Для 120 Гц моделей 2023 года это фактически бюджетный сегмент. В сегодняшнем рейтинге эта лыжа играет роль оптимального аппарата по соотношению цены и качества. Сейчас посмотрим, насколько хорошо ей это удастся. Начну я, пожалуй, с недостатков, их всего полтора. Первый – это не совсем полноценный QNAT, поскольку вместо мини-лед в самый бюджетный телевизор линейки впихнули недорогой Edge LED. Единственная возможность чуть-чуть улучшить контрастность и подсветку покупка одной из старших моделей 81-й серии. Но я лично считаю, что разница не стоит несколько килорублей, а ты уже сам решай. Осталась еще половинка недостатка – плосковатый звук. Почему половина? Потому что этот минус не критичный и настолько общий, что его можно и не упоминать. Теперь кратко по плюсам. А в преимущество можно записать все остальное, включая изображение и звук, хоть и с парочкой оговорок. Даже не вскрывая и не включая телевизор, видно, что парни из LG хорошо провели работу над ошибками. Если в модели 22-го года была хлипковатая и неустойчивая ножка, то у более свежего представителя 81-й серии очень устойчивая подставка в виде пьедестала. Операционная система летает, все информативно и интуитивно понятно. Удобный пульт с указкой, огромный запас яркости. Вагон и маленькая тележка полезных функций. Звук громкий и чистый, хоть и не идеальный. Боковая подсветка и недостаточный запас контрастности несколько портят картину. Но в целом эта лыжа прекрасно справляется с ролью и основного и дублирующего телевизора для мобильных устройств ПК и консолей. Не забудь пройти по ссылкам в описании под видео, когда найдешь тот самый телевизор. Тем более тебя там ждет еще и приятный бонус в виде скидочного промокода для выгодных покупок. Вторую позицию сегодняшней подборки заняла 65-дюймовая модель Samsung Neo из серии QN85C. Этот 4К-аппарат с панелью VA обойдется порядка 150 тысяч рублей. Да, немного дороговато, оно есть, за что платить. И за подсветку мини-леды, за фирменную технологию QLED с ее яркой и живой картинкой с широкой цветовой гаммой. А еще за большое количество полезных опций, моментальное включение ТВ, шуструю операционную систему и качественную аудио подсистему. Звук как для телевизора просто огонь. Система общей мощностью 60 ватт, отличное позиционирование с помощью Object Tracking Sound. Поддерживается Dolby Atmos, Surround Sound, Dolby 5.1, Dolby Digital Plus. Запас громкости более чем достаточен. В целом отличный телевизор с приятной картинкой и большим количеством полезных функций. Быстрой операционкой и мгновенной реакцией на пульт. Да, не самый дешевый вариант, но Samsung Neo своих денег стоит. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, чтобы всегда первым узнавать об актуальных предложениях и новинках в самых разных категориях товаров. Ну и конечно поддержи меня своим лайком и комментарием. На третьей позиции рейтинга расположился еще один LG с разрешением 4К и частотой 120 Гц. На этот раз 42-дюймовая модель OLED 42C3 RLA стоимостью порядка 97 тысяч. Ее по праву можно считать лучшим выбором в сегменте до 100 килорублей. По звуку, набору интерфейсов, программному обеспечению и функциональности этот телевизор во многом схож с лыжей с первого места. Основные различия – диагональ 42 дюйма и матрица OLED вместо псевдокьюнеда. А это означает яркую живую картинку с точной цветопередачей и естественными оттенками. И черный цвет черный. У младшего представителя 81 серии он временами чересчур серовато смотрится. В общем, из этой лыжи получится отличный игровой OLED-монитор. Для семейного кинозала в гостиной диагональ все-таки маловато. Четвертое место досталось 55-дюймовой модели из линейки Sony Bravia 2023 года. Этот 4К-телевизор со 120-герцевым экраном обойдется около 160 тысяч рублей. Не вдаваясь в тонкости технологии 3Luminos и других наворотов, многозначительно замечу, что Sony – это Sony. Это производитель, у которого есть фирменный стиль. В плане как звучания, так и передачи изображения. Качество материалов и сборка на высоте. Шустрая операционная система, много полезных функций. Прям не телевизор, а коллекция преимуществ. Недостаток только один – цена. На пятом месте рейтинга разместилась 4К-модель 75U7KQ от Hisense с матрицей на квантовых точках и подсветкой мини-LED. Это ULED-телевизор с самой большой диагональю в сегодняшнем топе – 75 дюймов. Максимальная частота обновления экрана тоже рекордная – 144 Гц. В магазинах эту модель можно найти по цене в районе 110 тысяч. Технология экрана ULED дает не только улучшение цветности и расширение гаммы, но и снижение размытия в динамических сценах. Этот момент, наряду с частотой 144 Гц и набором игровых функций, наверняка по достоинству оценят геймеры. В плюс аппарат из серии U7K запишу и неплохую аудио подсистему, включающую два динамика по 10 Вт и 20-ваттный сабвуфер. Поддерживается Dolby Atmos и Nikam Stereo. Операционная система вида работает без тормозов. Настройки интуитивно понятны, функциональность на высоте. В целом отличный телевизор для просмотра видеоконтента и игр. Кстати, ближайший аналог этого аппарата из линейки E7K стоит всего на несколько тысяч дешевле, но там и подсветка похуже и частота обновления всего 60 Гц. Шестое место досталось 48-дюймовой OLED-модели от LG стоимостью около 110 тысяч. Это практически та же самая лыжа, что и на третьем месте топа. Только чуть дороже и диагональ 48 дюймов, а не 42. Хотя нет, есть еще одно существенное отличие. У 42-дюймового ящика аудиосистема включает только два динамика по 10 Вт, а у 48-дюймовки есть еще и 20-ваттный сабвуфер. Впрочем, если собираешься подключать внешнюю акустику, этот момент никакого значения не имеет. В целом отличный Smart TV с OLED-матрицей с обалденной картинкой и частотой 120 Гц, с быстрой операционной системой и набором игровых функций. И на последнее седьмое место рейтинга угодил еще один Hisense 55-дюймовый. В магазинах эту модель с матрицей VA с подсветкой мини-LED и контрастностью 5000 к 1 можно купить по цене около 61 тысяч рублей. Если устраивает диагональ, то нет смысла переплачивать чуть ли не вдвое за 75-дюймовый ящик с пятого места. Если не считать размеры, эти две модели практически идентичны. Та же подсветка мини-LED, та же аудио подсистема. Тот же набор программного обеспечения и функций, только разъемов HDMI 4, а не 3. На этом, пожалуй, все. Не забудь подписаться на канал Правильный выбор. Ставь лайк, делись своими мыслями о телевизорах с частотой обновления 120 Гц в комментариях. Заодно загляни в описание под видео, пройдя по указанным там ссылкам, найдешь приятный бонус в виде уникального скидочного промокода для выгодных покупок и ссылки на все телевизоры из этого ролика. А теперь пока, до встречи в следующем выпуске!